Всем привет! Давайте теперь попробуем по-трезвому все это дело доделать. Вот такой результат. Это именно две полторашки пива. На третью полторашку это уже в принципе считается не работа. Здесь бы был ужас. Поэтому нужно это все теперь дело довести до ума. При выпитом напитке типа пива работает очень трудновато. В плане каком, что теряется восприятие вот этого персонажа. Какие-то детали ускользают из глаз. Где-то что-то соображается туговато. Путаться начинает нажатие кнопок вот этих вот всех функций. Ну две полторашки в принципе нормально себя показали. Так, теперь что нужно сделать. Переделываем вот этот шарф. Вот я упустил тот момент, что шарф у Грю вот этого персонажа совсем другой. Как мы его сейчас исправим? Давайте посмотрим. Сделаем в саптулах дубликат. Делаем дубликат. Дубликат пока отключаем. И включим нож. Вот эту функцию Ctrl-Shift Trim Curve. И вот так все это дело обрежем. Теперь сделаем Mira Entwell. Modified Apology Mira Entwell. И у нас остается вот такая колбаса. Теперь мы эту часть давайте продублируем. Сделаем дубликат. У нас теперь ее две. И отрежем вот эту часть тоже на другом саптуле. Сделаем теперь какую функцию. Еще вот так вот обрежем. Сделаем поровнее. Можно даже потоньше. Можно использовать даже куб. Теперь с помощью Gizmo все это дело вытянем. Переведем на эту сторону. Немножко вытянем кверху. И поднимем вот так вот. Так, смотрим. Толщина большеватая. Мы ее сплюснем. И выведем вперед. Вот таким вот образом. Подгоним. Так, вот так она легла. Еще немножко по животу. Лучше потом прижмем. Так. Теперь включаем кисточку Moff Topology. Это вот здесь. Moff Elastic. Moff Topology. Сделаем кисточку побольше. И вот так все это дело можно углубить. Так. Завести именно в шарф. Так. Смотрим сбоку. Вот так все это дело погружаем в персонажа. Аккуратно. Ну и с этой стороны чуть-чуть подкорректируем. И где же вот чуть-чуть вытянем. Ну вот что-то в таком духе. И вот здесь чуть-чуть приподнимем. Заведем подальше в шарф. Чтоб не вылазил вот так. Теперь Mirror and Well. Вот у нас теперь две части. Поработаем с колбасой. С этой. Которая получилась. Мы ее сначала сделаем потоньше. Посмотрим как она выглядит. Так. Еще потоньше. И подставим ее опять же к Грю. Вот к этому персонажу. Так. Немножко сплю с ним. И немножко подкрутим вот таким вот образом. Ну опять же, чтобы ухо не пряталось у нас за шарф. Немножко все это дело сейчас еще подкорректируем с помощью Moptopology. Так. Вот эту часть X английская одну сторону усаживаем. Немножко ее где-то что-то подгадываем. Делаем вот так вот. Покрасивее короче. Поровнее. Смотрим с этого края. Чуть-чуть ее уводим. Вот таким вот образом. Ну и делаем опять же Miro and Well. Так. Вот эту часть нужно повыше. Вот так. Чуть-чуть, чтобы было видно, что это именно шарф. Потом еще пролепим его. Так. M английская. Включаем вторую половину шарфа. И опускаем ее пониже. Ну а вот здесь вот, где шея, в принципе, нормально легла. Можно ее еще вперед как бы выпустить вот так. Вот таким вот образом. Так. Ну и от уха подальше. Miro and Well. Ну вот уже шарф намечен. Теперь его просто нужно пролепить. Вот эти детали. И даже, возможно, M, где эта часть, вот эта, ее посадить еще поглубже вот так вот. И чуть-чуть вперед выпустить. Ну, в принципе, что, неплохой шарф. Вот так все это дело. Надуть он все-таки вязанный. Вот уже что-то. Так. Это вот такой вот вариант. Ну, опять же, чтобы он как бы красивее был вот так вот. Поровнее. Вот так как-то. Теперь M сделаем воротник. Воротник тоже сделаем побольше. И вытянем вперед его так. Чтобы он занимал побольше места. Вот так вот как-то. Так, шарф пока можно отключить, чтобы видеть воротник. Тоже воротник делаем поровнее. Так. И эту часть как бы вот вперед. Так. А здесь тоже побольше его вытягиваем к плечам. Вот воротник стал теперь побольше. Все это тоже прикольно. Включаем шарф. Ну, в принципе, вот такие изменения. Теперь M включаем одежду вот эту. Так. Сначала, наверное, руки. M. И вот эти руки давайте поднимем все-таки повыше. А то что-то он слишком с длинными руками. Так. Ну, это как-то вот так будет выглядеть. Вот таким вот образом. Делаем в геометре мира Entwell. Теперь находим N-китель. Вот эту саму куртку. Ну, и куртку нужно тоже или обрезать вот здесь, или приподнять просто. Давайте приподнимем одну сторону вот эту. Вот так вот. Она и поприкольнее будет мятая такая. Так. Вот. Ну, и опять же, Mirror Entwell. Также можно заняться N-штанами. Штаны можно немножко пониже ему опустить до обуви. Вот так вот. Смотрим, чтобы тут все тоже нормально было. так, где-то что-то тут выгладить. Добавить клей-билдоп на двоечку. Добавить клей-билдоп на двоечку. И где-то что-то поднакидать. Вот так вот выгладить. Вот так вот выгладить. Ноги еще сделать потонше. Ноги еще сделать потонше. Шифтом выгладить. Н. Открываем персонажа. И выглаживаем еще ноги. Так. Теперь надо его раздеть. В каком плане? Это, по-моему, Ctrl-N? Нет. Ctrl-X? Нет. Это когда он уже будет объединен, да? N. Ну, в принципе, все. Вот эти доработки, которые хотелось сделать с персонажем. Вот он выглядит сбоку вот таким вот образом. Так. Еще что, наверное. N. Английское. Выбираем голову. И вот, наверное, все-таки рот сделать ему поменьше. Вот так. Вот так. Здесь побольше. Ну, такая стукенца. И нос чуть-чуть поострее. Вот так вот. Здесь вытащим ему закрома. Родины побольше тоже. Вот так, наверное. Вот так. Ну, и уши можно чуть-чуть приподнять. Вот так вот. Эту часть немножко вдавить. Припустить где-то брови вот так вот. Ну, дуги вот эти. Ну да, где-то так. Так. И нарисовать нужно ему брови. Так. Смотрим сетку. Ctrl D. Прибавляем, чтобы нормально рисовать. Так. Ну, и Ctrl Draft Size поменьше. Вот так вот. Раз. И теперь делаем экстракт. Делаем в SubTool Extract. Так. Так. Что получается? Это многовато. Ну, в принципе. Так. Нет. Давайте их попышнее чуть сделаем. Во. Дубликат, чтобы толстые были. Ну, и теперь Ацепт. Так. Теперь отделяем это Split. Go Split. Окей. Брови. Что тут у нас? Объединяем то, что появилось несколько саптулов теперь бровей. Полигруппы отсоединились. Снимаем теперь маску. Делаем Shift в левая кнопка мыши. Так. И попробуем надуть еще деформации. InFlat. Вот так вот. Ну, также X-симметрию можно отключить. Английская X и Ctrl Shift. Ну, допустим, их через Ctrl Shift Alt порезать вот так вот. Вот так вот. Так. Теперь делаем, так, Mira and Vell. И делаем Dynamesh. Так. Резолюцию чуть-чуть побольше. Так. Ctrl Z. Вот опять же, когда модель большая, и вы должны делать меньше вот этих вот, резолюцию меньше, чтобы сетка перерабатывалась. Но когда модель маленькая, то приходится делать побольше резолюцию. Вы видите, что понижение идёт прям очень на мелкие полигоны. Вот так вот пойдёт. И Ctrl D. Вот так вот. Ну, вот такие получились брови. Так. И желательно их ещё как-то вот так вот сделать. Ну, опять же, Мира Энтвелл. Так. Делуур. Мира Энтвелл. Всё. Персонаж готов, в принципе, к раскраске. Давайте его теперь покрасим. Так. Так. Всё. Давайте. так закидываем сначала давайте так что можно сделать нам нужен персонаж полностью с головой с телом без одежды давайте пока одежду отключим что еще можно включить замок отключить штаны можно пока отключить по словам все пока так так и мы его тоже отключаем и включаем N голову так вот такая голова так возможно здесь нужно сделать еще наверное голову потоньше вот так как-то наверное и немножко вот сюда вот так вот теперь вроде все нормально так немножко голову растянем вещества никак не такие вот эти части тоже чуть-чуть подбородок наметим вот эту часть чуть-чуть приберем ну вот теперь вроде как так и наверное вот эту часть так чуть-чуть его теперь будет вроде как голова но у тела тоже вот эту часть нужно и по как шею что его так ну вот что-то в таком духе так персонаж готовый чуть-чуть все это дело опять же можно выгладить плечи руки бицуха так это тоже и вот нужно теперь наверно все вот это пообъединить сначала голову с телом делаем маршдаун окей переключимся на кисть стандарт так и закинем сюда первое что это текстуры и текстуры кожи импорт опа теперь текстуру подключим и посмотрим какой же оттенок подойдет вот это вот нашему персонажу давайте прибавим цветности так теперь за это отключаем кисть стандарт переводим на rgb на покраску кисточку чуть-чуть побольше их симметрию пока можно отключить и у так что-то намалевать control z переключаемся на белый материал и смотрим какой материал будет лучше ну наверное так вот этот c и покрасим всего персонажа вот в такой цвет так здесь тоже покрасим так вот такая штука смотрим чтобы нигде ничего не прозевать и пропустить тут с головой ну такая прикольная вещь теперь находим брови кисточку чуть чуть поменьше и вытаскиваем их почему-то они ушли именно глубоко в меш так вот так вот и покрасим брови в черный цвет так control z кисть стандарт геометрия мира нтвл если что-то сбилось как в данном случае у меня теперь открываем н глаза но сначала так верхние вот эти веки вот эти и закинем сюда еще какую-нибудь текстурку так и выберем вот эту текстуру так сначала вот это уже можно убрать она нам не понадобится вот эту текстуру теперь открываем уменьшаем где то вот так вот shift z так это значит shift z z глаз и вот так вот раз и так так z отключаем и вот так кисточкой рисуем z теперь делаем английскую c вот так н нижние веки уменьшаем интенсивность все это дело слегка вот так подкрашиваем н нижние веки потемнеет цвет какой-нибудь убираем и на низкой детализации мелкими белкой кисточкой вот так вот где-то тюнингу им короче так c вот так так ctrl z ну и вот этот тоже н и мира n2l так ладно с этим пойдет вот так так губы губы еще да н голова вот так что-то теперь нужно выбрать кстати ошибся я что нам не понадобится вот этот оттенок теперь вот этот вот как раз понадобится для чего чтобы сделать темные части какие-то так это получается моего сейчас здесь на плече где-нибудь нарисуем что-нибудь так вот так вот так вот так несколько цветов интенсивность побольше вот так вот теперь выбираем c интенсивность поменьше и попробуем вот как бы x вот где глаза чуть-чуть притянить вот где-то вот так так c немножко по прибраться и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И так получился вот такой вот грю. Так, теперь глаза, наверное, все-таки N. И разбавим каким-нибудь вот этим темным цветом. О, если что, в блендер уже подрисуем. Так, есть такое дело. Вот эти ноги... Закрасим чёрным цветом. Ботинки-то чёрные у него. Вот так вот. Теперь N... Снимем Ctrl именно маску. N открываем теперь кисти рук. C выбираем цвет. Так, интенсивность. И вот здесь вот интенсивность побольше. И закрашиваем кисти рук. Вот так вот. Выбираем потемнее какой-нибудь цвет. И чуть-чуть их... Так, это много. Ctrl-Z. И немножко их... Притянем вот здесь вот между пальцами. Вот так вот. И так далее. Так, теперь понадобятся штаны. Это нужно текстуры и подкинуть именно персонажа самого Грю. Вот он. С прошлого ролика. Так. Вот так вот. Подводим его, значит, вот сюда. И находим... Так, Z отключаем глаз. И N находим тикель. Так. Ставим прозрачность. Подгоняем где-то вот таким вот образом. Прозрачность прибавляем. Прозрачность прибавляем. Z отключаем. Интенсивность. Интенсивность на максимум. И вот так все это дело рисуем. Shift-Z. Смотрим, что получается. А, прикольно получается. Так. 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 Вот этот мы цвет выберем. Ну да. Вот так вот. Так. Что тут получилось? Геометрия мира и вот эти части нужно теперь подкорректировать. Меньше кисточку мофф топологи и выводим рукава. Вот так вот. Вот так вот эту часть тоже приподнять. Это можно пролепить будет потом. Так. Ладно. Это и есть такое дело. Ну и теперь N штанишки. Оп. Так. Ctrl-Z. Так. 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 И значит теперь N персонаж. Красим теперь воротник. Так, воротник есть, обувь есть, замок теперь N, выбираем замок, и нужно ему какой-нибудь металлический цвет такой вот так как-то придать, вон, нормально, ну, и N, бегунок, бегунок нужно делать, наверное, оттенок какой-нибудь чуть-чуть, чтобы отделялся, вот так вот, не слишком, вот так, теперь нужно раскрасить вот этот шарф, как это дело все предлагаю сделать, включить, опять же подгрузить текстурку, импорт, так, даже не эту текстуру, наверное, импорт, вот эту, находим ее в текстурах, включаем, и вот этот шарф у него есть, вот эти цвета, да, мы сделаем вот таким вот образом, мы сначала его сделаем прозрачным, вот так, теперь сделаем поменьше, вот так, вот так вот, будет сейчас класс, чуть-чуть пониже, вот таким вот образом, вот так как-то, теперь делаем цветность побольше, Z, убираем глаз, и рисуем вот эту часть, пардонте, Ctrl-Z, так, нам же нужен воротник, а чтобы воротник был нормальный, мы его, Merge объединим, вот так вот, и тут тоже Merge объединим, вот теперь рисуем, вот так вот там, чтобы Shift-Z, смотрим, что получилось, так, вот так вот было нарисовать, так, а что у нас здесь с воротником, угу, Ctrl-Z, так, а сделаем мы ему дай нам, чтобы рисовалась лучше, вот так, Ctrl-D, так, C, Ctrl-Z, так, теперь здесь C, пока поменьше интенсивность сделаем, и вот так все это дело прокрасим, теперь C, и посмотрим, наверное, маскировать надо, так, вот так вот маску, так вот, так вот, вот, ну а теперь Ctrl-Alt и пробел. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, белые вот эти части красим С, выбираем тёмный цвет. Так, вот это, по-моему, тёмный, да. Так, и вот так считаю. Пардонте, Ctrl-Z. А что не так? С. Интенсивность побольше. Теперь делаем Ctrl-I. Выбираем вот этот цвет тоже. Добавляем C. Кисточку побольше. И вот так вот. Ctrl-Z. Так. Теперь C. И будем перекрашивать вот этот весь воротник. Вот так. Вот так вот. Здесь чуть-чуть с изгибом, конечно. Не без этого. Теперь выбираем C и красим весь воротник. Вот этот сзади, который не раскрасился. Так. 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 Ctrl-Z, Ctrl-Z. Начнём, наверное, вот с этой части. Так. Вот здесь побольше делаем. Нет. Ctrl-Z. Вот так вот. Теперь выбираем C. Уменьшаем интенсивность и вот здесь корректируем. будет. Ушелье. У troubled, наденнее. У deuxième. У JON-С ГАТС- Так, так, так. Так, так. Вот так чуть-чуть притянить, какие-то вот уголки тут потемнее цвет подобрать. Так, ну и опять же С. Да, вот это под пивом делать вообще бы жесть была. Так, всё, это есть С, ещё немножко подкорректируем, чтобы красивее тут как-то всё было. Ну, какие-то цвета можно уже будет в блендер, наверное, немножко подделать. Так, N выбираем китель, интенсивность поменьше и чуть-чуть вот кое-где вот так вот отобьём цвет. Так, ну и последнее, что нужно сделать, это глаза. Так, находим N, находим глаза. Так, а нафиг мне красный цвет? Вот. И теперь текстуры, скачиваем текстуры, именно глаз. Ну, буду делать ему, наверное, вот такой вот. Так, текстура, глаз, видимость. Вот такой глаз буду делать. Так, смотрим. Ну, где-то тут и будем рисовать. Так, интенсивность побольше. З, отключаем глаз и рисуем его. Так, интенсивность побольше. Вот так вот. Подгоняем. С, выбираем оттенок цвета. Вот так вот. Теперь немножко С где-то тут подтянем. И немножко чёрного цвета в центр. Делаем mirror and well. Modified apology. Отдаляем, приближаем. Так, давайте ещё С. И чуть-чуть цвет. Так, control Z. Так, немножко неудобно. Так, дровстаз чуть-чуть поменьше. Интенсивность поменьше. Вот, как бы, так, это, наверное, побольше интенсивность. И глаз немножко, чтобы здесь потемнее было. Так. 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 Ну и немножко Грю на позитив Надо вытянуть Ну давайте Попробуем его Заулыбать Так Как-то вот так Н Голова Так И вот эти части Чуть-чуть так вверху поднимем Все-таки улыбается Так Уши немножко Так Шивзет А у него уши правильно Они все и не видны Так Только верхушки вот эти Вот В принципе все правильно Н Выбираем теперь веки Вот так Порадостней будет Так он выглядит Так Ну и Брови наверное Повыше чуть-чуть Вот так Вот так Ну и вот эти дуги Вот эти части Тоже надо побольше поднять Вот так Вот так вот Так Подбородок И вот эти части Вот так Подбородок чуть-чуть поднять Эту часть чуть вот так Нос чуть-чуть повыше Здесь чуть-чуть потонше Вот так Вот так Что-то Эту часть Вперед подать Вперед подать Так Еще раз Подкорректируем ее Вот таким вот образом Так Это вот сюда Эта часть Сюда Та Уходит Это вот Так вот Это Чуть-чуть Кверху Так 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 Вот этого Не должно быть Вот этого Вот Так А вот это Чуть-чуть Вперед Вот так И немножко Прижать Вот так Вот так Продолжение следует... 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 Продолжение следует...